Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши дорогие подписчики. Очень рада вас приветствовать на нашем канале. Предлагаем сегодня вашему вниманию наш очередной обзор. Состоит из вот этого красивого дома. Находится Гунча, метро Тинчлик, Махаля Гунча, Бохкоче, 47 дом. Участок земли 4,5 сотки, порядка 600 квадратных метров жилая площадь, 10 комнат. Дом состоит из двух частей, поэтому можно спокойно благоустроить для двух семей. То есть дом построен и с правой стороны, и с левой стороны. А по центру, как вы видите, заезд, небольшой дворик, 10 комнат, 3 санузла. Получается, с правой части дома одноэтажного у нас кухня, зал, спальня, детская, санузел и подвал. А вот с левой части получается на первом этаже кухня, холл, зал, спальня и санузел. А на втором этаже зал, спальня, детская и санузел. Тоже три санузла получается. Итак, давайте зайдем во двор, в сам дом и осмотрим все подробнее изнутри. Обратите внимание, кованые элементы, фасадная часть стен, натуральный травертин, камень травертин, цоколь, гранитный цоколь коричневый, кованые ворота. Въезд три авто, три машины здесь спокойно поместятся. Фасадная часть тоже 3D травертин. Водопад. Водопад работает, все работает, все включается. Получается, с этой части у нас два входа в эту часть дома. Отсюда, ну, отсюда выход, как вы видите. Вот эта часть Боляхона, вот прям за мной. Давайте зайдем с этой стороны, осмотрим все подробнее изнутри. Так, заходим, здесь получается кухня небольшая, спуск в подвал, справа от меня это санузел, вот туалет, ванна. Ремонт новый, еще никто не жил, новый ремонт. Кухня, все коммуникации есть, то есть электричество, канализация, газ, все есть. Это у нас получается промежуточная комната, это у нас спальня, да, получается. Очень высокие потолки. 3,85 высота потолка. Так, это получается спальня. Здесь у нас зал, вот эта часть зал, это улица, вот за окнами улица, откуда мы начинали свой обзор. Здесь лестница везет на второй этаж Боляхона. И вот отсюда второй выход во двор. Давайте отсюда поднимемся. Двери деревянные, вот детская такая, уютненько. У детской два окна, то есть сквозное. Эта часть окна смотрит во двор, во внутренний двор. Ага, а с этой стороны у нас получается окно на проезжую часть, на улицу, на махалю. Вот он козырек, вот этот козырек, откуда мы начинали наш обзор, въезд. Как я и говорил, дом состоит из двух частей. Это малая часть, сейчас осмотрим большую. Это второй выход из первой части нашего дома. А вот это получается вход в основную часть дома, он двухэтажный. Сейчас мы его тоже осмотрим, а сейчас небольшая рекламная пауза. Если вы хотите продать свой дом или любую другую вашу недвижимость, снимите его на видео. И всего лишь вот за эту сумму мы разместим ваше видео как рекламу в наших пяти YouTube каналах с общей аудиторией 230 тысяч подписчиков. И не только в Узбекистане, а также в любой точке мира мы поможем продать вам вашу недвижимость. Для более подробной информации свяжитесь по этому указанному номеру. И мы желаем вам удачной сделки. Итак, дамы и господа, рекламку посмотрели. Спасибо за внимание. Давайте осмотрим дальше наш дом. Заходим в основной дом. На первом этаже этой части дома у нас получается холл. Слева от меня получается кухня. Вот это первая дверь кухни, а это санузел. Ну давайте отсюда начнем. О, такая кухня. Вытяжка. Все коммуникации подведены. Мебель шпанированная МДФ. Искусственный гранит, столешница. Окна кухни смотрят во двор. Здесь тоже деревянные полы, паркет, штучный паркет. Это помещение у нас санузел. Что тут? Душкабина, биде, унитаз, раковина. Все дела, все удобства. Также у этой части дома есть подвал по всему периметру дома. Сейчас мы тоже спустимся и осмотрим его. Следующая комната у нас зал. Большой зал. Высота потолка 3,60. Высокие потолки. В каждой комнате кондиционеры. Это у нас получается спальня. Еще одна спальня. Тоже высокие потолки тут. Новый ремонт. Обои. Люстра, освещение. Все есть, все готово. В правой части холла у нас лестничный пролет на второй этаж и подвальный этаж. Давайте осмотрим верхний этаж, второй, а потом спустимся в подвал. На этом этаже у нас получается тут в центре здания небольшой коридорчик, 3 комнаты и санузел. Давайте слева направо. Вот это первое помещение получается. Санузел. Туалет, душ-кабина, раковина. Еще одна дверь. Следующее помещение можно сделать как детскую. Приятные обои такие. В стиле прованс. С цветочками. Это детская. Еще одна комната. Следующая комната. Это зал. Можно сделать или зал, или спальню. Ну, я думаю, зал тут, да, наверное, для гостей. И последняя комната второго этажа. Это у нас получается спальня. Высота потолков на втором этаже 3 метра. Еще раз повторю, на втором этаже 3 комнаты и санузел. Давайте спустимся в подвал. Давайте, дамы и господа, спустимся в подвал нашего дома и осмотрим, что у нас есть в подвале. В подвале у нас есть спортзал, кладовка, котельная и прачечная. Вот это по центру помещения можно использовать, как спортзал можно использовать. Спортзал. Вот эта дверь у нас получается в кладовку. И с этой части помещения две двери. Одна дверь, это прачечная. Вот тут прачечная. Можно здесь стирать, сушить белье. А это у нас котельная. И еще покажу кладовку. Кладовка тоже состоит из двух частей. Вот с этой стороны длинная кладовка, стеллажи деревянные. И с этой стороны тоже есть стеллажи помещения. И так, дамы и господа, вот мы осмотрели наш очередной дом, очередной наш обзор. Еще раз повторю основную информацию. Жилой дом находится метро Тинчлик Гунча на улице Бохкоче. Четыре с половиной сотки земли. Площадь дома 600 квадратных метров. Дом состоит из двух частей. Можно благоустроить для двух семей. Десять комнат. Три санузла. Одна часть дома одноэтажная. С детской, с боляхонной. И другая часть двухэтажная, с подвалом. И у этой части, и у этой части дома есть свои подвалы. Основной вопрос, вопрос цены. И стартовая цена, стартовая, 350 тысяч долларов. Звоните напрямую владельцу, вот по этому указанному номеру. И можете поторговаться. Если вам понравился наш обзор, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. А мы вам желаем всего хорошего и хорошей сделки. Субтитры создавал DimaTorzok